ВИРОК! 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 Концерты на главной сцене у самого моря длились по 8 часов каждый день фестиваля. Город услышал группы из России, США, Израиля, Японии, Кореи, Тайваня и даже Индии. Наши родные столичные музыканты привезли странные танцы под романтичный вокал с модным битом. Группа «Электромонтер» успела освоить все главные музыкальные площадки Москвы, но свою музыку уникальной не считают, относятся к ней с доброй иронией. Мы ждали, что все лягут и уснут. Обычно так происходит на наших концертах, потому что мы стараемся писать музыку, которая бы укладывала людей, а не поднимала. Но тут какие-то странные люди, они даже почему-то двигались. По-настоящему раскачал набережную электронный дуэт Ико и Тито. Признаются, приехали из самого Тель-Авива, чтобы подарить людям немного любви через свой музыкальный микс из этники и хип-хопа. Мы впервые в Владивостоке. И нам правда все очень нравится. Очень весело, прекрасный город. «Верокс» – это потрясающий фестиваль. Мы рады быть здесь. Поздравил город с прошедшим рок-фестивалем и временно отстраненной от должности глава Владивостока Игорь Пушкарев на своей странице в соцсети. Это мероприятие стало визитной карточкой Владивостока. Ежегодно в начале августа город на несколько дней превращается в большой концертный зал. Подобная площадка стала хорошей возможностью для молодых музыкантов заявить о себе. Каждый должен знать, что его творчество будет услышано на весь Дальний Восток наряду с такими группами, как «Мумий Тролль». Три дня город утопал в музыке, а началось все с концерта «Морская 2.0», где «Мумий Тролль» отметил юбилей своего главного альбома. Уже в пятый раз «Вирог» создал в городе у моря уникальную атмосферу. Случайно встретить известных музыкантов можно было буквально за каждым поворотом. Несмотря на сложности, в мире должна оставаться музыка, свободная и вдохновляющая, как море. Ольга Продан, Станислав Лазебный, Дмитрий Сухоруков. Новости на Восьмом.